Соборное послание святого апостола Якова, первая глава, с пятого по восьмой стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Добрый день, с вами Капля. Мы продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова и продолжаем разговор о мудрости. Бог дающий. Бог, который дает всем, просто без упреков. Когда мы говорим о мудрости, о том, что нам необходимо просить у Бога, когда мы говорим вообще о Боге дающем, то мы не имеем в виду, что Бог дает абсолютно все и без разбора. Мы точно так же не всегда отвечаем на все просьбы наших детей, потому что видим, что не все им полезно. Однако, когда мы говорим о мудрости, мне кажется, что это как раз очень важная и очень необходимая вещь для каждого из нас. Поэтому, когда Яков пишет о мудрости, он гарантирует, что если мы попросим, то обязательно получим. Есть еще одно очень важное замечание. Бог дает всем без исключения. Не существует каких-то уникальных, элитарных, особенных людей, тех, кому Бог дает все. И не существует таких, знаете, духовных прокаженных, которым Бог вообще ничего не дает. Бог дает всем. Буквально, как говорит Писание, Он Бог, посылающий дочь на праведных и неправедных. И если Бог благословляет, или давайте так, Он способен благословлять, и Он желает благословлять, Он благословляет всех. Бог всегда дает просто. Для того, чтобы получить мудрость, нам нет необходимости решать сложные квесты, бежать куда-то далеко, совершать какие-то подвиги и так далее. Все, что необходимо для того, чтобы получить мудрость, это просто попросить. Бог никогда не упрекает. Как бы много или часто мы не просили, Он будет рад любым нашим просьбам. Дело в том, что Он нацелен на построение взаимоотношений, а не на получение какой-то выгоды, прибыли. И поэтому, когда мы приходим к Нему и просим что-то, особенно, когда мы просим что-то доброе и хорошее, Он в обязательном порядке будет рад этим просьбам. Он даже не упрекает нас в том, что мы чего-то не знаем или чем-то не обладаем. Если мы просим у Бога, особенно, когда речь идет о будрости, то мы обязательно ее получим. Дело в том, что Бог заинтересован в том, чтобы мы были умными, сильными и успешными. Именно поэтому, когда мы просим у Него мудрость или силу для чего-то хорошего, Он обязательно нам это даст. Как вы считаете, передается ли мудрость по наследству? И может ли человек, получивший от Бога мудрость, передавать ее другим? Или же она передается непосредственно от Бога каждому конкретному человеку? Я жду ваши ответы в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok